Мы будем одновременно серьезные меры принимать по борьбе с коррупцией на таможне. Самая главная проблема здесь. И это, наверное, каждый говорил, но я не склонен просто говорить. Мы у себя в Грузии навели полнейший порядок на таможне. Значит, мы создадим аудиторские проверки по всем направлениям. Это не только милиции касается и прошлых дел. Просто надо смотреть, куда ушли наши деньги. Куда ушли народные деньги. Это очень важно знать на будущее. Это очень важно знать для того, чтобы понять, какие там связи порочные, какая фирма под кем работает, кто с кем связан, кто кому откаты дает. И этих людей куда-то свинуться. Для этого нам нужна поддержка общественной. Я думаю, что в течение шести месяцев, я не думаю, я думаю, что мы прольем это и правительство и ради. Там очень много хороших депутатов и есть поддержка президента. В течение шести месяцев в Одессе будет работать новый центр административных услуг, где можно будет регистрировать имущество за один день, получить паспорт за один день, зарегистрировать бизнес за один день, получить разрешение на строительство минимум, то есть максимум за 15 дней, а не так, как до сих пор, получить любой городской и областной разрешение в течение 10 дней. В общем, там можно будет получить около 260 разных сервисов. Это будет прозрачно, там не должно быть очередей, людей не должны унижать, людей не должны растаскивать по кабинетам и влиять на них, чтобы они заплатили. В течение 100 дней мы подадим в фискальную службу предложение о создании первого центра таможенного управления, где можно будет растормаживать любой товар на протяжении 15 минут. Такие центры работают. Мы создали в Грузии, но я не понимаю, чем украинцы не заслужили, чтобы у них было еще быстрее. Они хотели назначить, пока я сюда не приехал, нового руководителя таможни. По моей просьбе этот процесс был остановлен. Мы договорились с таможенным департаментом, новым руководителем, первым заместителем службы, который курирует таможню, и также с главой таможенного департамента. И это я все обсудил с президентом. Будет конкурс на главу таможни местные, абсолютно открытый, без всяких этих там, когда конкурсно назначают, что вы выпускник должен быть таможенной академии, там проработать там 10 лет таможня, то есть быть в принципе бандитом. Надо найти людей, которые абсолютно нового человека, и которых будем подбирать вместе и центральная власть, и общественность области, и общественность Украины, потому что там крадется миллиард долларов каждый год, которые принадлежат украинскому обществу. Мы начнем, и тут была поддержка президента Украины, дорожную программу. Мы сейчас разговариваем с президентом и направляем письмо в Раду и в Кабмин о выделении денег на ремонт дороги Одессы-Рени. Без этой дороги в Одесская область не будет настоящей экономики. Реально сегодня Одесса, которая действительно область, европейский центр. Сегодня, чтобы доехать до границы, а потом затем до Европейского Союза и до Бухареста, нужно 8, 10, 11 часов, зависит от того, как вы готовы разбить свою машину на этих дорогах, не дорогах. Я там ездил, я смотрел, и я думаю, что мы сегодня провели еще консультацию в Министерстве финансово. Они нам обещают, чтобы выделить деньги. Эту дорогу мы должны любым способом, каким-то образом начать уже в этом году. В идеале там должен быть автомат. Мелкие заводы посылают через коррумпированные эти группы, через там эти объездные пути, всякие там блокпосты, посылают туда свою продукцию, но почти завод не мог. Поэтому этот завод страдает. Поэтому мы все должны сделать на уровне правительства, чтобы это улегровать. Мы делаем фестиваль «Вина» в ближайшее время. Тут и мы будем выходить на мировой рынке. У нас очень большой, хороший опыт. Молдова даже вышла на мировой рынке. А лучше зона Писараби была в свое время традиционно. И на деле именно в Одессе.